Вячеслав Вербовой по образованию историк. Пришел работать в музей Ильдара Рязанова пять лет назад. Изучал экспонаты, проводил научные работы и начал рассказывать посетителям музея о знаменитом режиссере. Рассказ посвящен другой стороне творчества кинематографиста – поэзии. Мы знаем знаменитого режиссера, как, ну, конечно, по его фильмам, а также по телепередачам, книгам. Но мало кто знает, что он еще был и поэтом. А ведь стихи – это совершенно особенное измерение, через которое мы узнаем, в основном, личность Ильдара Исановича. И самое важное, какие чувства у людей это вызывает. Потому что на поэзию, конечно, люди реагируют совершенно иначе, чем на обычный, скажем так, экскурсионный текст. Экскурсию «Музыка жизни Ильдара Рязанова» проводят в музее не так часто. В этот раз ее приурочили ко Дню российского кино. Посетители узнали о жизни режиссера и познакомились с его стихами. Так что же такое Рязанов Ильдар? Расскажем о нем по порядку. Рязанов не молод, но он и не стар. Не любит он делать зарядку. Умеет готовить салат и омлет. Гордится собой, как шофером. В кино он работает множество лет, и там он слывет режиссером. А услышать стихи в исполнении самого Ильдара Рязанова можно через такой телефон. Экскурсия подходит как для тех, кто много раз бывал в музее, так и для новых посетителей. Экскурсия довольно-таки необычная, мне очень понравилась. Я с новой стороны узнала о режиссере Ильдар Александрович. Оказывается, писал не только сценарий, но и стихи. Это что-то необыкновенное. В музее Ильдара Рязанова экскурсии и другие мероприятия проводятся постоянно. Присоединиться к ним может любой желающий. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.